Всем привет! Это Алена. Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня старт третьего процесса в рамках моего апрельского марафона. Работа, которую я очень хотела, очень хочу до сих пор вышить. Это старт такой серии, целой серии работ, но работа, которая вызывает у меня такой небольшой внутренний трепет. Поэтому этот старт довольно волнительный. Итак, герой сегодняшнего видео, это будет сюжет от компании Жанлин. Кошачий сэмплер у меня это лето. Этих сэмплеров 4, соответственно, по 4 временам года. И я очень-очень хочу вышить их все однажды. Но начинать буду именно с летнего. Почему я сказала, что это вышивка по сюжету, а не по набору от компании Жанлин? Потому что это старый набор, набор 2009 года, который уже давно снят с производства. И просто так в продаже его не найти. Разработка этого дизайна принадлежит дизайн Кулер Студио. И у них на сайте есть схемы, которые при отсутствии проблем с оплатой, да, международной, можно было бы приобрести. Но есть тоже некий нюанс, о котором, я думаю, мы с вами поговорим чуточку позже. Поговорим, когда я уже хотя бы что-то отошью, потому что этот нюанс касается ниток, касается схемы. Поскольку, ну давайте так, в общих чертах, да, в любом случае для вас обсуждение начнется уже достаточно скоро. Это мне нужно будет подождать день, может быть пару, чтобы вышить все-таки какую-то часть. Вопрос касается ниток. Компания Жанлин комплектовала свои наборы не нитками ДМС, невзирая на то, что в схемах указаны номера ниток ДМС. Соответственно, в схемах, которые продаются на данный момент, да, в формате PDF, там указаны, естественно, те же самые цвета ниток ДМС. Но, приобретая схему, вы, конечно же, комплектуетесь нитками ДМС, которые вы по ключу покупаете. То есть, мы по факту получаем разные наборы. Есть набор с нитками Жанлин, ну, был или есть у кого-то, или, да, где-то можно, возможно, на аукционах с какими-то сложностями его все-таки достать. Либо есть схема с ключом в палитре ДМС, и, соответственно, вот в данном случае, как у меня, собраны нитки именно по ключу ДМС. Поэтому вопрос в том, какой получится результат. Да, вот я только что же вам сказала, что мы поговорим об этом позже, а в результате все равно начала об этом говорить. Но, да, мне известно, будет ли результат ровно такой, как приглянулся и понравился мне по превью набора. Не так много в сети отшивов, я бы, честно, сказала, что мало. Не разбежишься, особо не выберешь. И я так понимаю, что в основном это все-таки отшива набора. Есть видео, есть фото сравнения, не конкретно этого набора, но, в принципе, набора Жанлин и отшив по той же самой схеме, да, но вот включив палитре ДМС. Получаются варианты разные. Что получится у меня в данном случае при отшиве в этих нитках, ну, посмотрим. Вот мы с вами и посмотрим. Поэтому, собственно, и хотела немножко отложить это обсуждение, но я думаю, что все равно мы к нему вернемся, когда я уже хоть что-нибудь вышью. Давайте немножко все-таки к самой схеме. В оригинале ее предлагают отшивать на 14-й аиде белого цвета, но, как вы видите, у меня совершенно не аида и, более того, цвет абсолютно не белый. Я буду вышивать эту работу на мурана. Она нежно-нежно-салатового, приятного такого очень оттенка. Цвет называется шалфей, по крайней мере, на сайте шелковой нити. Это номер 6083, если кого-то он заинтересует. Почему этот оттенок? Вообще, почему цветная канва? У меня появилась идея, как только я узнала о существовании этих четырех кошачьих сэмплеров, я хочу вышить их все, но все на цветной основе. Я очень редко вышиваю на цветной основе. Мне кажется, это вообще такое ощущение, что особо-то и никогда она либо... Ну, я не знаю, называть цветной основой вот это все околонатуральное, то, что под примитив, но как-то не особо она там и цветная, если честно. Вот, а вот так, чтобы на зеленый, на синий, на красный, на желтый еще на какой-то такой основе не было. Мне очень хотелось. Мне показалось, что эти котики вот отлично будут смотреться, если каждому сезону подобрать свой цвет. В данном случае лето у меня будет нежно-салатовое. К осени у меня сразу, ну, я думаю, это тоже как-то логично так, подбирается что-то песочно-желто-оранжевое. Оранжевое я хочу не сильно яркий, но все-таки насыщенный цвет, то есть не просто бежевый какой-то, да, вот именно с желтым, с оранжевым каким-то тоном, но буду потом уже ближе к делу выбирать. Зимой и весной у меня были некоторые сомнения, потому что первый вариант, который мне в голову пришел, это белая зима и нежно-голубая весна, но мне не хотелось белой, мне не хотелось использовать обычную такую основу, поэтому я все-таки решила, что голубой, нежно-голубой у меня будет зима, а вот весна, скорее всего, будет нежно-нежно-розовая. Еще один балл, что ли, да, или еще одна причина, почему я выбрала именно мурана, потому что достаточно большая палитра цветов, и там есть такой цвет, не помню номер, но называется он блажь, то есть, да, румянец. По крайней мере, по фото, он нежно-нежно-розовый, мне кажется, что к весне, там, по-моему, у весеннего котика Ириса, если я ничего не путаю, мне кажется, очень-очень подойдет самым, по-моему, какого-то такого сероватого окраса, мне кажется, на розовом цвете будет смотреться очень-очень красиво. Вот, но это, как всегда, я уже заглянула в далекое будущее, сейчас у нас красивый рыжий летний кот. Начинать я буду, конечно же, с правого нижнего угла, там светло-белая маргаритка, а вот дальше то, что меня интересует больше всего, даже не дальше, а выше, это кузнечик и травянистая часть лилии, то есть, вы видите, там лилийник и нижняя вот эта зеленая часть. Почему меня все это интересует больше всего? Ну, потому что я буду, по сути, шить зеленое на зеленом, и я очень надеюсь, что все это будет видно, по крайней мере, здесь достаточно много темно-зеленого бэка, и даже если основной листочек как-то будет с основой сливаться, то вот этот бэк, он исправит ситуацию, да, и все-таки, ну, это будет, это будет видно и понятно, это не будет некое размытое пятно. Но давайте я вам сейчас вставлю, знаете, что принт-скрин с саги, где я вот подбирала цвета, да, там же можно поменять фон, и я вот в итоге выбрала такой, как мне показывается, как мне кажется, подходящий нежно-зеленый. В том случае, мне нравится, как выглядит зеленое по-зеленому, вот я надеюсь, что моя вышивка в результате будет ничуть не хуже. Так что пойду вышивать маргаритку, кузнечика и, как минимум, начало вот этой вот травы. Хотелось бы, конечно, потом, ну, я думаю, что мы с вами тогда встретимся, еще раз поговорим про нитки, еще раз пообсуждаем зеленый цвет. А вы знаете, еще к вопросу об отшивах, это же все фото, да, это фото, это через монитор, это где-то вспышка, где-то не вспышка, но вы представляете, насколько сложно передать вот эти оттенки, и вот так сидеть и пытаться угадать, это вообще, вообще что и как, очень-очень сложно. Несколько отшивов я видела в очень ярких цветах, ну, прям такие зеленые, знаете, ну, пластиковые совсем. Я таких ниток у себя не наблюдаю, вот, да, вот, и вы сейчас видите всю нарезку, но нет здесь такого, прям, знаете, неонового какого-то, то есть я подозреваю все-таки это вот, опять же, вспышка, какое-то фотоискажение и так далее. Одним словом, такой небольшой себе код в мешке, да, шить подбором это, это может быть в чем-то удобно, в том плане, что ты не ищешь по аукционам где-то пропавший этот набор, вот, но не всегда удобно, потому что не видишь, не знаешь заранее результат. И если здесь, как бы, ремарк к схемам, которые продает Кулер Студио, там нет отшивов, вы видите только принт-скрин схему, что тоже вам особо представление об итоговом отшиве не даст. Так что начинаю вышивать и посмотрим, что из этой затеи у меня получится. Итак, у меня вышито на данный момент 733 крестика и давайте обсудим. Во-первых, мне кажется, я настолько углубилась в рассуждении о нитках в предыдущей части, что не сказала вам никаких технических характеристик схемы, поэтому не справляюсь. Размер в крестиках небольшой, 112 на 224 крестика. И по, сейчас я посмотрю по количеству, вся работа занимает 17236,5 крестиков. То есть на данный момент у меня готово уже почти 4,5%. Да, средняя получается работа, ну, в общем-то, это и видно, она сама по себе небольшая по размеру. Я, кстати, про размер тоже могу сказать, на Мурана у меня она получится приблизительно 18 на 36. Давайте так округлим. Ну, то есть узенькая такая вытянутая панель, конечно же, не зашитых областей очень много, поэтому да, в крестиках она среднего. Давайте считать работа среднего размера. Дальше, что касается самого процесса, вышивается легко, приятно. Здесь нет каких-то особых сложных областей, по крайней мере, мне они не попались. Ну, единственный такой нюанс, мне кажется, что я несколько присчиталась с длиной этих линий, да, особенно вот с этой. Я не раз вам уже неоднократно говорила, что не люблю считать. Да, это кажется очень простое такое действие, но почему-то вот всегда у меня случаются какие-то такие осечки, поэтому я пока не уверена, даже не стала отмечать вышитые вот эту полосочку на схеме. Потом, потом, когда там отошьется бабочка или, может быть, вот здесь какие-то, ну, знаете, элементы, в которых я уже точно не ошибусь, и относительно них буду считать вот такие длинные полосы. Снизу-то понятно, она там до конца работы идет, я даже не считала, шила, шила, пока вот не уперлась тут в край рамы, мне уже перестало быть удобно, ну, я и завернула, как бы, да, пошла в обратную сторону. Но вот с той полосочкой, которая выше, такой, не прошел такой номер, но в любом случае там исправить что-то будет не сильно сложно. Дальше, по перенабору я нашла две ошибки в цветке. Они, одна, в общем-то, достаточно легко идентифицируема, но там просто видно, что здесь вот лепесточек вышивается, и посередине какая-то такая, ну, пустой крестик, ну, как-то странно. То есть бэк есть, а внутри почему-то пусто, и крестиков нету. Сверила со схемой, да, действительно была ошибка, и уже целенаправленно проверила все остальные области цветовые, тоже нашла одну небольшую ошибку, ну, как бы так. Теперь буду иметь это в виду, буду об этом знать, и каждый следующий элемент хотя бы примерно проверять. Ну, перенаборы на то и перенаборы, если вы их делаете не самостоятельно или не заказываете где-то, где человек отвечает за результат, да, ну, тогда имейте в виду, конечно же, всегда могут быть ошибки. Да, в общем-то, и в собственных перенаборах, никто от них тоже не застрахован. Так или иначе, все крестики на этой маргаритке готовы. Специально я не стала делать пока бэк, решила показать вам так. Набор цветов, конечно, странненький, если смотреть на это все по отдельности. То есть когда я вышивала, я очень много раз возвращалась к отшивам, возвращалась к превью схемы. Ну, потому что вызывает сомнения вот эти желтые, сиреневые, какие-то бежево, ну, непонятные оттенки. Конечно, я думаю, что когда будет бэк, а он здесь будет трех цветов, то есть более темным очертится серединка, ну, зеленый, понятно, будет внизу на листочках, а все лепесточки, они будут вот так вот одним цветом бэкстича оформлены. И я думаю, что это все вот несколько сгладит вот эти яркие такие цветовые пятна, это уже превратится именно в игру светотени, и все будет смотреться хорошо, по крайней мере, в итоговых отшивах все это смотрится достаточно симпатично. Но пока, да, пока это вот такие очень интересные, странноватые, я бы даже сказала, пятна. Дальше буду отшивать, сделаю бэкстич на маргаритке, чтобы уже целиком на нее посмотреть. Теперь поднимусь на кузнечика, хотя уже сейчас я думаю, что все будет прекрасно, потому что, посмотрите, вот здесь вот зеленый потемнее, здесь вот это самый светлый зеленый цвет, который у меня есть, маленький-маленький листочек, и все равно он прекрасно виден, все хорошо, то есть он не теряется на этой основе даже без бэкстича, с бэком вообще все будет прекрасно. Так что кузнечика я точно вышью, а вот знаете, буду ли я вышивать нижние вот эти листья лилийника, который планировала, я не знаю, я посмотрю. Может быть, может быть кусочек, просто потому что мне очень понравилась бабочка, мне почему-то так захотелось сейчас пойти вот сюда налево и вышить бабочку, поэтому может быть, сначала будет кузнечик, потом будет бабочка, а если что-то останется, ну, я имею в виду, если останется время, может быть, все-таки захвачу линейник. Да, как-то вот эта вот боязнь, что зеленое по зеленому не получится, она меня немножко отпустила. Я продолжаю вышивать эту работу, еще не окончательный вариант, но очень-очень важное объявление, ради которого я делаю еще одну промежуточную съемку. У меня появилась схема. Аня, спасибо тебе огромное, ты просто не представляешь, насколько это приятный и своевременный подарок, насколько ты облегчила процесс. Во-первых, мои глаза говорят тебе огромнейшее спасибо, и ты успокоила просто мою душу, мои вот эти нервные метания по поводу ниток, таких-не таких, в общем, да, вышивать по перенаборам, по таким стареньким, еще когда это не просто какая-то старая схема, а старый набор, и вот эти нитки, и все вот это вот, что я вам в предыдущих частях много раз уже повторяла и рассказывала, все, я теперь выдохнула, я спокойна, я точно знаю, что мне делать, как мне вышивать, и я абсолютно уверена в конечном результате. Я думаю, вы уже поняли, да, моя подружка на сайте Кулер Студио купила для меня схему этого сэмплера. Ох, ну это просто небо и земля, я вам сейчас ставлю коллаж, вот прям это маленькие-маленькие кусочки схемы, просто чтобы вы поняли, да, с правой стороны это схемы, которые, это скан схемы, которая идет в наборе Жанлин, если вы где-то вдруг его найдете, купите в остатках, не знаю, с рук и так далее на каких-то аукционах, с левой стороны это вот кусочек PDF-файла, который вы можете совершенно спокойно, ну, да, при возможности оплатить, совершенно спокойно купить на сайте Кулер Студио. Ну, это просто небо и земля. Насколько легко, насколько приятно вышивать по чистой, красивой, абсолютно качественной схеме, с цветным бэком, плюс это PDF, вы понимаете, что качество такое, что вы можете увеличить, ну, я не знаю, вплоть до там двух символов на экране, все у вас будет четко, ничего не расплывается, все можно разглядеть, все можно рассмотреть. Ой, ну, какая же это, это просто прелесть, это такое облегчение, что не нужно сидеть с лупой и думать, куда и что мне вышивать. Как вообще это все произошло, да, я вышиваю маргаритку, начала вышивать уже бэкстич на листочках, шью-шью-шью-шью-шью, дошла вот здесь наверху, вот до этой части, но я покажу вам чуть ближе, но мне кажется, в принципе, все понятно, да, вроде бы лепесточек и лепесточек, вот от каждой обводится, и все как-то тут вышивается, вышивается, но вот это вот место, вот это, ну, тоже вроде ничего особенного, да, несколько линий, но на перенаборе там вообще какая-то, ну, не знаю, кракозябра просто, то есть, ну, явно линии идут куда-то не туда, в какой-то там узелок это все завязалось, я думаю, ну, не может так быть, надо сравнивать со схемой. Я беру схему, ну, собственно, вы ее уже видели, да, на вот этом коллаже, я как раз именно место это и сравнивала, вот, посмотрите, вот сюда, то есть на фоне вот этих жирных черных таких, не знаю, овалов, давайте так их назовем, есть бэк, вот здесь вот вы его видите, вот он с точечками черным, по контуру все видно на светлых символах, прекрасно, но вот тут вот, вот с какой лупой вот здесь вот нужно это все разглядывать, и как нужно ломать глаза. Я очень долго пыхтела, сыпела, видите, настолько меня это все взбудоражило, что даже пошла, в общем, подружке жаловаться со словами, ну, это просто невозможно, как это можно вышивать, видите, в результате получила совершенно неожиданный подарок, видя вот такой потрясающе удобной схемы. И теперь я прекрасно сравниваю, да, я, естественно, продолжаю использовать перенабор, потому что это удобно вышивать по крестикам, но ошибок там, да. Я абсолютно не виню вообще, как можно винить человека, да, неизвестно кто, неизвестно, когда сделал такую помощь всем, да, вышивающим этот перенабор сделал, но сколько там ошибок. Вроде бы ничего критичного, но в том плане, что не шьются красным цветом зеленые символы, и наоборот, но тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь бэк, там бэк. При этом я прекрасно понимаю, что этот перенабор был сделан по схеме из набора, сто процентов, потому что если бы я сидела и делала перенабор по схеме из набора, я бы сделала точно такие же ошибки. И только теперь, имея на руках нормальную, чистую, красивую, четкую схему, я эти ошибки могу увидеть, а так нет. Поэтому, ну, говорить, что это кто-то, кто-то что-то плохо видел, и Крива как-то сделал перенабор, нет, нет, это такая вот схема, да. Очень интересно, кстати, как оно во всех так наборах у Жанлин было или нет, потому что, ну, как бы мне искренне жаль, да, я сочувствую вышивальщицам, которым приходилось в этом всем разбираться. Вот, давайте теперь немножко об ошибках, которые есть, и которые я буду править. Ну, есть несколько ошибок в бэкстиче вот здесь вот в зеленом. Да, у меня, допустим, есть вот тут вот парочка цветов, ой, цветов, пара стежков. Вот видите, ну, горизонтальные, их на самом деле нет. То есть, да, это просто на сетке, в схеме непонятно, то ли это сетка, то ли это по ней жирный бэк проведен. Ну, в общем, там туда-сюда, тут там лишний стежочек, но это я оставила. Если об этом не знать, ничего, в принципе, такого страшного нет. Бэк вот здесь я вам уже сказала, он с перенабором вообще не совпадает, вышел чисто красиво, по нормальной схеме, все теперь хорошо. Тут немножко тоже добавила. То есть, знаете, вот так вот по чуть-чуть. Там стежок, тут стежок, тут парочка. В общем, немножко-немножко, а в целом набегает. Что я буду править по крестикам? Значит, смотрите, какой нюанс. Видите, вот эти вот три лепесточка белых, которые заходят на зеленый бордюр, и они немножко смотрятся так вот, одним комочком. На самом деле, здесь должны быть... Вот у меня одиночный, один одиночный крестик зелененький, на самом деле, их должно быть здесь еще два. То есть, одиночек всего должно быть три. Должен быть зеленым вот этот крестик, верхний, да, в этом лепесточке, и должен быть зеленым вот этот крестик. Что касается этого крестика, я его править не буду. Во-первых, здесь два стежка бэка. Один диагональный, второй вот здесь наверху. Под них как-то подлезать, это неудобно. То есть, распарывать вот здесь кусок, перешивать я точно не буду. Я буду пытаться как-то поправить вот по крестику. Плюс, у меня здесь, видите, как-то так вот лег этот стежок бэка, что он очень сильно вот так как бы захватил крестик. То есть, по большей части, вот он действительно у меня получается белым. Да, он действительно вот в этот лепесточек целиком вошел. Я его менять не буду. А вот этот крестик, который как раз, вы видите, он как бы из лепесточка выпадает. Бэк идет чуть ниже. Вот лепесточек. А вот это очень-очень как раз будет хорошо, если мне удастся сделать этот крестик зеленым, чтобы это была рамочка. Я думаю, что, во-первых, я попытаюсь сделать фото. То есть, фото до и фото после. Потом с вами на коллаже посмотрим. Я думаю, что будет лучше выглядеть, если вот здесь появится зеленая точечка. Мелочь. Ну, вы знаете, из таких мелочей действительно многое что складывается. Дальше вышла кузнечика. Там было, по-моему, вот один только, один стежок бэка. Или парочка каких-то. Ну, в общем, я теперь все сравниваю. То есть, я беру какую-то деталь. Например, вот сейчас я буду вышивать бабочку. Вот здесь. Я открываю перенабор. Я открываю схему и начинаю сравнивать. Значит, что касается бабочки. По крестикам бабочки все оказалось хорошо. Есть тоже нюанс с бэком. Но, вы знаете, для кого-то действительно мелочью. Я все-таки предпочитаю вышивать так, как оно нужно. И вот опять же к вопросу о схеме. Посмотрите на бэк, который идет на тельце. То есть, вы видите, ну, такая вот прерывистая линия пунктирная. Диагональ. Диагональ. Вниз она обводится. Ну, и тут снизу тоже так уголочком. Все вроде понятно, да? Но нет. Если присмотреться, то вот здесь по линиям вертикальным вот такие уголки глаз тоже должны быть. Вот видите? Знали бы вы, что вот здесь нужно сделать бэк? Я не думаю, что многие бы обратили на это внимание. Все-таки действительно он очень сильно сливается с, ну, вот с этой вот размерной сеткой. Так что, так что вот так. Теперь каждый, ну, благо схема на самом деле не сильно сложная. Поэтому каждый элемент можно достаточно спокойно сравнить, выявить там все вот эти ошибки и шить уже дальше совершенно спокойно по, ну, хочешь там, хочешь там, хочешь по схеме, хочешь перенабора. Например, кузнечика у меня, знаете, как получилось, оказалось удобнее крестики. Я сравнила, вышила потом по перенабору, хотя тут всего два цвета, не так-то это было сложно. А бэк я вышивала просто по схеме, да? Смотрела в схему, вышивала, а потом уже сравнила и нашла, где вот были расхождения. Вот. Так что, а, подождите, еще забыла. Еще чем, в чем отличие, хотела же сказать, да, между набором, ну, подбором и схемой. В подборе есть два бленда. Одним из них я уже вышивала. Вот здесь маргаритки. Вот. Сейчас. Вот они, вот эти крестики. Это светло-бежевый, но с таким слегка рожеватым. Вот, 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 ну, их видно. Их видно. В схеме этого бленда нет. И предлагается вышивать более темным цветом. То есть, вы сейчас вот так общий вид видите, серединка светловатая. То есть, тут коричнево-рыжая, тут желтая, а посередине что-то светловатая. Вот если бы я шила не блендом, а одним цветом, как по схеме, то она была бы чуть темнее. Перешивать эту маргаритку я не буду, но этот же цвет используется в лилиях точно, по-моему, где-то еще. И я поняла, что буду вышивать его именно по схеме в одном цвете. Мне кажется, так смотреться будет лучше. Есть еще один бленд. Я его, честно говоря, еще не искала, где же он в итоге там окажется. Но ситуация та же самая. По набору, по схеме, это должен быть... По набору это должен быть бленд. В схеме это один цвет. И еще одно расхождение в ключе. В схеме есть один оттенок бэкстича, которого нет вообще в принципе в наборе. И им вышиваются только стебли у лилии. Вот. Ну, там, в принципе, темно-зеленый. Вроде бы ничего такого, но я тоже буду вышивать так, как указано в схеме. И последний нюанс. Схема, почему-то схема датирована 2014 годом. Набор 2009. И почему-то в схеме, хотя там вроде рекомендации были для 14-го каунта, если я правильно помню, там идет вышивка в три нити. Ну, я знаю, что, да, старенькие схемы, они все любили вышивать в три нити, но там обычно канва была довольно крупная. Ну, естественно, я на своем Мурана, на 32-м, никакие три нити, это чересчур. Я бы на 14-м в три не шила, но это, видимо, ну, дань, да, вот как это... Дань старины, но любили, любили действительно. Тогда у меня в журналах частенько попадаются схемы, где нужно вышивать в три нити. Вспомните хотя бы мою колыбельную, которую я вышиваю. Так что вот так вот, такие у меня новости. Ну, действительно, процесс, процесс намного-намного облегчился, намного... Я стала спокойнее, мне стало гораздо легче. У меня в любой момент есть четкая схема со всеми правильными крестиками, с правильными стишками, не надо мучиться, не надо что-то там разглядывать, узнавать и пытаться. С одним словом, если вас интересуют вот эти старенькие схемы, добро пожаловать на сайт Кулер Студию. Там все есть, все спокойно приобретаете и вышиваете с полным как бы удовольствием. Вот. Ну, а я, собственно, пошла дальше вышивать бабочку. Ну, и что-нибудь там еще, если хватит времени, то прихвачу. И встретимся уже с вами в самом конце, когда закончится время, отведенное на этот процесс. Работа над этим процессом завершена, и пора подводить итоги. Что касается цифр. Я вышила 1729,5 крестиков, и это 10% от всей работы. Визуально, кажется, возможно, совсем немного, на 10% не тянет, но за счет приличного количества бэка, конечно, здесь получаются такие достаточно, ну, не скажу, чтобы солидные, но достаточные цифры, да. Для первого такого раза, для первого подхода и старта этого вполне-вполне достаточно. Итак, из нового, что вы еще не видели, я вышила бабочку. Она вышивалась очень приятно, очень легко. Здесь логичные такие участки зашивки по цветам. Здесь, в принципе, понятный простой бэкстич, ничего здесь не было сложного. Ну, и к тому же цвета все хорошо видно, все читается, поэтому было легко и просто. Так, про что я вам должна не забыть рассказать, это про крестик. Помните, мы же в прошлый раз акцентировала я ваше внимание на ошибки в схеме, да, вот в этой части. Давайте я сейчас поставлю, вам покажу фотографию. Я специально сделала коллаж до и после. Вот с одной стороны, посмотрите, полностью вот этот белый массив крестиков, это так, как было у меня вышито с ошибкой. И потом, когда я добавила один из двух зеленых крестиков, которые должны были быть, мне кажется, что смотрится это все намного-намного лучше. Да, кто-то скажет ерунда, ну подумаешь, тут крестик, там два крестика, тут там несколько стежков бэка, ну не все же прям вот совсем непонятно, да. Но для меня такие мелочи тоже важны. Это редко бывает, когда я уж совсем оставляю ошибки непеределанные, но это только там, в том случае, если они действительно меня устраивают, скажем так, в своем ошибочном вот этом варианте. Хотя все равно, все равно, если ты где-то допускаешь, я, да, если я где-то допускаю ошибку, я принимаю решение оставить ее и не переделать, потом периодически это всплывает. Смотришь на работу, думаешь, не переделала, не переделала. Поэтому я очень рада, что здесь, конечно же, все взяла и сделала. Ну и главное, что вид, да, этого элемента от моего исправления выиграл. Все это теперь выглядит намного лучше и к тому же выполнялось, ну просто элементарно, в общем-то, просто сверху, темная нитка сверху на светлый крестик. Он замечательно лег, ничего там не вспучивается, не торчит, прекрасно все это вышилось. Ну, у меня, кстати, есть еще ошибки, как же без них. Я неоднократно вам говорила, что очень не люблю считать, хотя, казалось бы, да, такое простое действие, но тем не менее, когда я вышивала вот эту вот часть, я не помню, сказала я вам об этом раньше или нет, я просчитала, если здесь несколько крестиков, в конце мне придется распарывать. Ну, а, соответственно, вы понимаете, так как я же сначала в одну, в одну сторону все прошила, а потом в другую, то исключительно распарыванием я уже сейчас, во-первых, не найду концов, где там у меня была закрепка, именно полностью распускать, ну, это как-то совершенно неинтересно, поэтому, ну, не знаю, буду просто пороть какую-то часть, закреплять оставшиеся нужные крестики, ну и потом уже, соответственно, переносить там, в общем, дальше выполнять так, как нужно. Здесь будет лягушка и не получится. Вот в данном случае, даже если бы я хотела оставить эту ошибку, ее оставить не получится, потому что там будут другие элементы, и эти лишние мои вышитые крестики, они будут все-таки мешать. Итого, я очень-очень рада, что начала эту работу, эти коты мне давно не давали покоя, вот ура, наконец, хотя, знаете, наверное, это я могу сказать про каждую, про каждый свой старт этого года, ну, не зря, не зря я выбрала такую тему, не зря, это работы, которые уже давно-давно-давно, уже не один год я хотела вышить, и вот, наконец-то, это свершилось. Не вышло, но хотя бы начала. И, конечно же, еще раз хочу сказать, что я очень-очень рада, что сейчас у меня есть возможность вышивать по оригинальной схеме, не страдать, не переживать. Если вы досмотрели до этой минуты, значит, вы слышали все мои предыдущие метания, да, все-все, все мои ощущения по поводу подбора, по поводу цветов, перенабора, скана старой схемы и всего такого прочего, я, конечно, сейчас чувствую себя просто совершенно спокойно, рада и счастлива. Анечка, тебе еще раз огромное за такой подарок спасибо. На этом я буду завершать такой эмоциональный, мне кажется, достаточно получился эмоциональное видео, но вот такой вот был, да, интересный у меня опыт. На этом я буду с вами прощаться. Впереди у нас еще два старта, еще две новые работы, так что до встречи в следующих видео. Пока!